Всем привет, подписчики и зрители канала! Рад снова вас видеть, потому что видео, которые выходят на канале, они записываются в основном в какой-то определенный небольшой промежуток времени, а потом растягиваются, как резинка на моих трусах, на целый месяц. Именно поэтому некоторые ролики теряют актуальность, но они стоят на таймере и выходят уже после какого-то события. Именно поэтому некоторые ролики выходят, казалось бы, вовремя, но в момент их выхода уже снимается следующая часть. И сегодняшний ролик не будет исключением. Поговорим про Де Лонги, кофемашину, которая отремонтировалась, которая успешно работает, но с которой непонятно, что делать. Я объясню, друзья мои, мысль этого ролика будет максимально проста. Моя задача, чтобы вы не наступили на грабли, на которые наступил я, а эти грабли называются «потрать 25 косарей и останется ни с чем». Поэтому, слушайте, вот, собственно, в чем моя претензия. Кофемашину у меня успешно отремонтировали. Ну, вообще успешно – это понятие достаточно растяжимое. И если для меня это успешно, может быть, для профессионала, который разбирается в ремонтах и в том, как действительно должна работать кофемашина, это удовлетворительный результат. Тем не менее, деньги заплачены, кофемашина работает, что-то там жужжит-дребезжит и делает какой-то напиток, который более-менее меня устраивает, хотя я совершенно не кофеман, а не кофе-ценитель гораздо лучше, я понимаю, в сыре, но окей, там более-менее. Модель-то кофемашины не новая, это ж не какая-то новинка. Это значит, что у этой кофемашины отсутствует абсолютно полное техническое сопровождение. Если что-то сломается, то, скорее всего, сломается окончательно. А если вы захотите отремонтировать какую-то минорную неисправность, вероятнее всего для устроения этой неисправности нужно будет заказать деталь, которая уже давным-давно не выпускается, потому что эта кофемашина вышла из продажи давным-давно, и, соответственно, целесообразность ремонта встанет под вопросом. Я к тому, что новинку, новую кофемашину, если я сейчас возьму, она будет стоить вот именно серии Примадонны, если мы говорим про вот этого всратого производителя Делонги-Делонжи, она обойдется там 1080. И вот эта кофемашина обошлась уже, ну, наверное, 1070. И если что-то, у нее сейчас произойдет какая-то механическая неисправность, пусть даже не самая серьезная, что-то где-то отломается, какая-то зубчик на шестеренке отлетит. У меня нет 3D-принтера, у меня нет схем, я не умею рисовать в программах, где необходимо моделировать что-либо для того, чтобы это напечатать. Поэтому я иду и покупаю. А если у меня нет возможности найти самостоятельно что-то, что я хочу купить, я иду в сервис, где мне говорят, мы с вас взяли 25, потом возьмем еще 5. И это ладно, для кого-то вот эти претензии мои сейчас в текущей покажутся жидкими, типа, ну, ничего же не сломалось, ну, что ты начинаешь тут нам рассказывать сказки. Может, она отработает 5 лет, может, 10, может, с ней все будет хорошо. Но она работает-то не так, как мне нравится. Ну, я говорю, да, у меня опыта не так много в опыте работы с кофемашинами, но она очень медленная, она очень шумная, у нее постоянные какие-то ошибки вылезают. Переполнен контейнер для гущи. Пожалуйста, дополните ящик с зернами. Она говорит, что на английском языке, в принципе, плюс-минус понятно, но ты такой, а, тебе не хватает зерен, сейчас я тебе их добавлю. Открываешь лоток, а там просто целый лоток уже, гора, вот такая гора, ты открываешь, и зерна на тебя высыпались. Ты такой, воу, да не может быть такое. Переводишь там, необходимо добавить зерна. Ты такой, так куда их добавлять? Ты понимаешь, что мест для того, чтобы добавить зерна, ну, не придумали в этой кофемашине. Ты открываешь технологическую вот эту дверцу, думаешь, что, а, наверное, речь идет о том, что вот эти спрессованные кружки кофе, они где-то там достают до лазера, и кофемашина думает, что этих кружков слишком много, и их там всего два. И ты такой, и как это решать? Выключил-включил, проблема исчезла. Притом в сервисном центре доктора кофемашин мне сказали, что если вы используете капучинатор, вы, пожалуйста, вот эту емкость с молоком вставляете перед включением кофемашины. Вообще, все, что вы собираетесь с ней делать, а именно настраивать жесткость. Лучше вообще не регулируйте эту жесткость. Зачем это вам надо? У вас есть эта функция, на среднем помоле стоит, да господи, пусть стоит. Зачем вы это трогаете? Не нужно. Чем меньше вы трогаете, тем дольше она живет. И вот этот совет, понимаете, это не совет к надежному инструменту. Вот как, знаете, вот я купил машину, и мне говорят, не езди быстро. Она надежная, но не езди быстро. Про Toyota сейчас сказал. Но тут-то и так функций немного. Их раз, два, три, четыре, пять, и все. А мне говорят, из пяти не трогай четыре. Вот тут кнопку нажал, все. Если хочешь изменить вот эту кнопку на вот эту кнопку, только выключай и заново загружай. Зачем это делать? Каждое включение кофемашины занимает много времени. Ну, в моем понимании, что это много, это там минуты две. Притом ты такой достаешь капучинатор, думаешь, сейчас я себе сделаю капучину. У тебя там есть определенное количество молока в этой емкости для молока. Нажимаешь на капучину, у тебя одновременно две функции выполняются, по-моему, кофе, и взбивается молоко, вспенивается. Но вспенивается молоко раз на раз на холодном вот этом контейнере. То есть ты нажимаешь на вспенивание, ну, как вот эта одна кнопка, да, у капучина, и у тебя вместо 80% кружки заполнено 60%. Почему? Да хрен ему знает. Потом ты вторую кружку делаешь, все идеально. Я такой, ааа, так дело в том, что, наверное, какие-то компоненты прогреваются. И да, если вы вставляете контейнер с молоком в то место, где он должен стоять, и нажимаете клин, после включения кофемашины, и у вас получается очистка всех там вот этих, я не знаю, там, каналов, технологических трубок. И вот после очистки под высокой температурой первая кружка, она получается достаточно прогнозируемой. Но тут проблема во времени, я говорю, вы включаете ее, ждете 2 минуты, вы нажимаете клин, нет, слишком рано. Ждете 10 секунд, нажимаете клин, еще рано. Нажимаете клин через 15 секунд, да, все хорошо. Ждете, 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 7 секунд, у вас все прошло, вы выливаете там жижу, которая натекла с нее, и начинаете готовить первую чашку кофе. Проблема в том, что их готовится в день всего 2 или 3. Необходимо ли вообще заморачиваться, ну вот на самом деле с таким непростым, просто тягомотным процессом, ради 2, 3, 4 кружек кофе раз в год. Обычно это 2 кружки кофе в день. 4, я говорю, это раз в год бывает. Например, на день рождения или на Новый год. Не знаю, еще ни разу не было 4. По-моему, в первый день было 3, еще ни разу не было 4. Ну, нужно еще объяснять, почему я считаю, что вот эти деньги были заплачены зря, и почему я должен вас предостеречь. Не ремонтируйте вы старое оборудование, оно старое, оно когда-то работало вот так вот, и люди такие, ого, ничего себе. Ведь конкуренты делают это в 3 раза дольше. Но сейчас это не актуально. Ну, понимаете, это как сравнивать скорость накопителей 10-летней давности с накопителями, которые стали, ну, плюс-минус актуальными 7 лет назад. Да, это огромный скачок. Но если ты ставишь систему на в то время быстрый накопитель, ты замаешься ждать. Это очень долго. Система загружается 3 минуты, например. А в современном твердотельном накопителе при емкости локального диска CF100 ГБ у тебя загрузка в среднем 4 секунды. И это круто. 4 секунды это не 2 минуты, это не 1,5 минуты. Это гораздо, гораздо, гораздо быстрее. Поэтому на сегодняшний день мы имеем кофемашину, которая вышла в стоимость современной кофемашины, хотя старая. Одновременно с этим технологические изысковства и навороты, которые есть в новых кофемашинах, в этой тоже есть. Вернее, в новых есть настолько же мало, насколько есть в этой, потому что кофемашины не шагают никуда. Добавили сенсорные экраны, все знают, как на щетках есть блютуз. Зачем он тебе нужен? Я хрен его знает. У меня 2 щетки электрических, и обе с блютузом. Ни разу ничего не скачал. Вообще, хотя казалось бы, да, канал про электронику, мне интересно что-то где-то там посмотреть, как это будет работать. Но тупо иметь в щетке блютуз. Нахера? Вы мне удешевите ее на 200 рублей, скажу вам спасибо. Мне не нужен блютуз. Вот то же самое и там цветные экраны, не цветные экраны. Вот изначально, когда я ремонтировал эту кофемашину, я думал, это будет бескомпромиссное решение. Это будут технологии, которые есть в современной обложке, где маркетологи поработали над тем, как это выглядит. А на самом деле это будет абсолютно вечное такое дубовое качество. Но будет ли оно? Учитывая, что расходников не найти нигде, понимаете, если это качество не будет дубовым, то в ближайшие 5 лет, если случится поломка, этот ремонт уже нецелесообразен. А она может случиться. Потому что кофемашины из-за жесткости воды закальцинируются, их каналы набиваются кальцием. Их нужно промывать как можно чаще. Из-за того, что у кофемашины нет русификации, реально абсолютно непонятно, что она там имеет в виду. Потому что, извините меня, есть английский симпл, с которым мы встречаемся каждодневно практически. А есть технический, где есть специальные термины, которые не используются в обычной жизни. Я вот откуда знаю слово гуще? Я такого слова в жизни не использовал. А там это слово еще и на английском. Кроме шуток, не делайте как я. Не надо. Это как поднимать с колен 140-й Мерседес. Можно только на ютубе. И больше нигде. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал. И пока. Пока.